Четвертая волна коронавируса снова наложила свой отпечаток на работу медиков. В частности, работников скорой помощи не будет преувеличением сказать, что им снова приходится трудиться в режиме 24 на 7. Ведь помимо пациентов с COVID-19, экстренные выезды никто не отменял. У Екатерины Дробот выкрались лишние полчаса, чтобы отдохнуть да проверить комплектность ее машины скорой помощи. Редкий момент затиши сейчас, когда Тверскую область вместе со всей страной захлёстывает очередная волна коронавируса. Мы очень устаем, не заезжаем на подстанцию, не вылезаем из машины. Обед и ужин у нас должны быть по 30 минут, но в течение дня до 5 вечера, до 12 ночи. Но мы обедаем в 6, в 7 вечера, ужинаем в 4 утра. Даже это интервью Екатерина дает не вместе с напарником, а одна. Из-за вала звонков бригады дробят, и нередко на вызовы медикам приходится ездить по одному. В одной упряжке с ними работают и сотрудники единого диспетчерского центра. Здесь тоже безостановочно отвечают на звонки, число которых намного выросло. Ведь коронавирус наложился еще и на традиционный сезонный пик ОРВИ и гриппа. Ежедневно здесь, в диспетчерском центре, мы принимаем около 1200-1300 обращений с Тверской области. И где-то в структуре порядка 30, даже до 40% это пациенты, с обращающимися по поводу коронавирусной инфекции. Поэтому что медики, что сотрудники диспетчерского центра просят граждан не вызывать скорую помощь при первых признаках коронавируса. В регионе развернута целая сеть пунктов, куда можно прийти и где назначат лечение и специальный курс медикаментов. Ведь помимо того, врачам надо выезжать и на обычные экстренные случаи. ДТП, пожары, инсульты и все остальное. Даже на фоне пандемии COVID-19 таких вызовов все равно значительное большинство.